У меня называется тема такая, как поссорились Иван Сергеевич с Иваном Николаевичем. Ну, если угодно, это Лев Николаевич с Иваном Сергеевичем, что скорее, правильнее будет, потому что именно Лев Николаевич был обижен на Иван Сергеевича, и Иван Сергеевич довольно долго не понимал почему. Но впоследствии нашего разговора вы поймете почему Лев Николаевич так долго не понимал. Практически определенный поступок Тургенева был решающим в отношении Иван Николаевича и Тургенева. Дело в том, что когда Тургенев прочитал еще книгу «Детство, они не понравились». И, казалось бы, эта дружба будет очень долгой и очень плодотворной. Но так не случилось, к сожалению. поскольку для того, чтобы быть представленным, вы знаете, что в 19 веке это было принято, Леву Николаевичу ему нужен был какой-то посредник. Этим посредником оказалась Марья Николаевна Толстая. Так уж случилось, что Покровское имение, в котором она жила, находилось, как тогда считалось, не так далеко от Спасского у Давидова. И однажды Марья Николаевна получила письмо от Тургенева, в котором он спрашивал разрешения посетить ее. И также второй просьбой была, чтобы Марья Николаевна познакомила его с братом. Конечно, Марья Николаевна с удовольствием приняла это предложение. И Тургенев приехал в гости к ней в Покровское. Надо сказать, что Марья Николаевна была любимая сестра Льва Николаевича Полстого. Ну, я так говорю, любимая, чтобы подумать, что там было их несколько. Она была единственная в семье, у Льва Николаевича еще было три брата, но они были очень красивые, резвые, веселые и очень общительные. А Левушка был такой уволень и тихенький, всегда прятался и практически никогда не принимал участие в играх своих старших братьев, красавчиков. Любочка, простите, это Фрейдовская уже такая оговорка. Машенька тоже была тихой девочкой. А вы знаете, почему я говорила с Любочкой, да? это с детства лодочкой с героиней. Да. И всегда жалела бедную Любушку, стеснительного и тихого. И всегда чем-то его занимало. Или они играли вместе, или они читали вместе, или они гуляли вместе. и любовались красивой природой и так далее. Поэтому всегда, впоследствии, из всех родных, братьев и сестра. Конечно, Лев Николаевич предпочитал сестру. И мне очень нравилось, в свое время, когда я перечитывала письма Льва Толстого к ней. Тысячу, тысячу раз любимая, милая, милая моя Машенька. А в конце каждого письма обязательно. Тысячу, тысячу раз тебя целуют. Вот это, как правило, о чем бы ни писалось в любом из писем, начиналось оно так, заканчивалось вот этими тысячами поцелуев. И это было не наибрано, это действительно было искренне. И Лев Николаевич, простите, был очень озабочен ее судьбой. Но они в очень раннем возрасте, как вы знаете, в данном случае мы будем говорить о Дургене, если бы побольше. Поэтому подробности могу им опускать. Но я полагаю, что все знают, что братья Толстые и сестра очень рано лишились родителей. А матушка их умерла практически после рождения Машеньки. У нее было воспаление мозга и где-то ей был годик с небольшим, а она умерла. Через несколько лет умер уже и Николай Сергеевич Толстой, отец. И они были отданы на попечение тетушке. Причем братьям Вау не слушались и так далее, и росли как такими вольными птицами. А вот Машенька и, ну пока еще Дружка, очень к ней привязались и очень прислушивались к ее советам и так далее. И посему, будучи 17-летней с его барышей, очень юной, к Ваше, иногда послушавшись советы своей любимой тетушке, вышла замуж. Что такое замужество? Она вряд ли себе представляла, как вы понимаете, в 17 лет. и поэтому даже не поняла, за кого она вошла замуж. То есть она знала спокойно, а скажите, пожалуйста, воды нет? У меня всегда ссор нет. Она знала, за кого, конечно, конкретно, кто этот человек. Это был Валерий Николаевич Толстой, ее кузен. Человек отвратительнейший. Это по словам от Сергеевича без одного записи. Он был очень распущен. Естественно, любил загулы и так далее, и не пропускал ни одной юбки. Впоследствии одна из его дочерей, Варвара, написала о том, что отец был чудовищем. Он не пропускал ни гувернантов, ни горничных, ни прислуги и так далее. И вот перед тем, как Марья Николаевна уже решит уйти от него, последней каплей будет то, что на чердаке нашли маленькое количество маленьких детских сэкшер-толбиков. Да, и покров свера, и тогда она уже сбежит. На этом он еще вперед сбежит. Это уже будет все-таки в период ее знакомства с сыном Сергеевичем Тургинем. И уже ее влюбленности, скажем. Но пока Машенька ни о чем не подозревает. У нее один за другим рождаются дети. Всего родилось тоже четыре ребенка. И она пока ни о чем не подозревает. Но правда, муж ее уже мало уделяет ей внимания. Редко приезжает в Покровское. В Покровское в основном ведет разгульный образ жизни. И она наконец-то начинает понимать, что все не так радужно, как обещала ей тетушка в этой жизни. Спасибо большое. И начинает на глазах потухать. Как будто бы лампочку взяли и выключили. Она не сразу выключилась. Тихонечко-тихонечко. И все это, конечно, сказалось на ее здоровье. Она очень серьезно заболела туберкулезом. Причем той формы, которая заразна. Ее перестали пускать детям, что для нее было очень. Очень горько и так далее. Но было какое-то лечение и прочее, прочее. Но она чахала на глазах, худела. Взгляд у нее был потухший. А внешне, если вам угодно знать, какая она была. Она была очень, черта лица похожа на Льва Николаевича. Но у нее были удивительные глаза. Удивительной глубины и красоты. Черные-черные, как цыганские. И взгляд такой, что мало кто, увидев ее, мог отвести от нее в глаза. Разве что она уже отведет этот взгляд. И на что я обратила сразу внимание, это и Тургенев при первом знакомстве. В общем, это была такая потухшая, грустная, молодая женщина. Вот тот первый раз, когда ее встретил, Иван Сергеевич. Он был очень впечатлен этим образом. Он писал про Водкину о ее глубоких глазах. О том, что он почти влюблен в графиню. Он стал очень часто наезжать в Покровское. Уже, естественно, Марьюшка, как она называла Льва Николаевича, познакомила их. Они часто прогуливались втроем. Но еще чаще, это уже, так сказать, по желанию Ивана Сергеевича, они гуляли вдвоем. И он читал ей наизусть Евгения Непина. Что совершенно не вдохновляло Марью Николаевну. Потому что не любила она эту поэзию. Считала ее легковесной и так далее. Она предпочитала прозу, романы. Но если вы думаете, что эти самые любовные романы, типа Жоржа Сантова и так далее. Нет. Она любила в самую разную прозу. Но поэзию вообще не воспринимала. Как, собственно говоря, многие из нас помним, такую очень необычную, на мой взгляд, мистическую повесть «Фауст» из Тургенева, где главная героиня этой повести, Верочка Ельцова, когда герой поэзии читает ей Фауста, вдруг обрывает его и говорит «не надо». И у них начинается разговор о том, что поэзия – это ничто, что поэзия – это все пшик легковесный и так далее. А вот проза – да, вот что стоит читать. И вот чем стоит жить, о чем переживать и так далее. То есть буквально те слова, которые говорила Марья Николаевна Тургенева, повторяет героиня этой повести «Фауста». и вообще, собственно говоря, Верочка Ельцова почти четко, полностью списана с Марьей Николаевной Толстой. Встречи у них продолжаются частые. Потом на какое-то время и брат, и сестра Толстые переезжают в Москву, и какое-то время и Лев Николаевич, и Марья Николаевна живут в Москве, она лечится, все эти проблемы туберогнозные продолжаются, и они встречаются вообще ежедневно, беседуют втроем или вдвоем и так далее. И, наконец-то, те, кто не видели, скажем, Марью Николаевну долго, Афанасий Эльфиэт или Боткин есть у них в письмах, они говорят, графинюшка расцвела. Она действительно увлеклась очень Тургеневым и даже стала воспринимать немного поэзию с его подачи. Она стала очень ждать его визитов и так далее. И вдруг Тургенев получает письмо из Парижа. И последствия этого письма достаточно трагичны для Марьи Николаевны, поскольку в скорости Тургенев уезжает в Париж, по настоятельной просьбе Палины Беонгру. Уезжая в Париж, он обещает очень скоро вернуться. И тут уже начинается активная переписка между Марией Николаевной и ее любимым братом Левом Николаевичем. Лев Николаевич пишет, что я Тургенева все больше и больше люблю. И еще и за то, что он так ценит тебя и так хорошо говорит о тебе. А Марья Николаевна это воспринимает впрямую. И ей хочется думать, что ее любят. Ей кажется, что ей дали надежду. Хотя никаких слов о любви и прочего не было. Мы за эти месяцы, за эти... Почти год, потому что с 54 по 55 год все это происходило. А вот когда изучаешь эти документы, письма, допустим переписку, там какие-то записки, ты видишь, что там было только одно упоминание, о котором я вам уже говорила. В письме к Боткину, когда он пишет, я почти влюбился. Ну почти, это все же почти. Но, видимо, таких других сведений нет. Но мне думается, что всегда, когда вот такие длительные прогулки, закаты, восходы, замечательные эти... Природа, поместье и прочее, прочее. Все это настраивает на лирический лад. И пробудившаяся, как будто бы от сна Таня Николаевна, да, вся потухшая, больная и прочее, и уже ни во что не верившая в этой жизни. А она, видимо, хотела так думать, что Иван Сергеевич... Ну, мы можем только предполагать. То, что она была влюблена в него, и это понятно. Хотя бы даже по последним ее... Забегать вперед... Словам, когда она говорила, что лучше человека, чем тот день, она в жизни не встречала и, очевидно, больше не встретила. Это когда уже все, уже все было закончено. Тем не менее, никакой злости, никакой досады у этой женщины не было. Она по-прежнему считала его лучшим, лучшим человеком в жизни, которого она встретила. А возвращаемся все-таки обратно к уехавшему в Париж, который никак все не возвращался. Он все писал письма, как дружественно он относится к Марье Николаевне. Узнав, что Марья Николаевна уехала в Пирогово, с поместья к своему брату Сергею, ушла окончательно от мужа, забрала детей. И он пишет ей, что, дорогая моя, вы сделали совершенно правильную вещь. Я полностью вас поддерживаю. И знайте, что я буду ваш друг на Марье. Но она-то не хотела дружбы. Она хотела большего. И когда она читала это, возможно, она думала, что... Это только я думаю. Что, может быть, это такая осторожность, эпистолярная осторожность и так далее. И все-таки продолжала надеяться. Потому что, конечно же, встреча с Тургеневым подтолкнула ее к такому решительному шагу. В те времена вот так уйти, четырьмя детьми от мужа. И, так сказать, конечно, она надеялась, что будет случиться. А потом Лев Николаевич цитирует ей, закавычивает ей кусочек из письма, прислона из Парижа, Тургеневского письма. А в том письме не более-менее написано, что какая молодец, графиня. Ну, опять же повторяю, я полностью ее поддерживаю. И если я смогу быть ей болезнен, я бы составила счастье ее жизни. Вот так вот. А вот как интересно, вот это все завернуто. Вот понимаете, как хотите. Но Мария Николаевна приняла именно так, как она хотела. И, по всей видимости, вот это суждение еще в письме к ее брату еще и подтолкнуло, еще и придало еще большую надежду, ну, понятно, на что. А она уехала в Пирогово, а Иван Сергеевич сегодня возвращалась. И письмо-то уже к Фету у Ивана Николаевича, надо же помнить. С ума сойти нужно. Значит, Машенька очень огорчена от длительного звездом Ивана Сергеевича Тургенева. Вот тебе и штучки. Вот, и звезды, я это не знаю. Получается, что даже Олег Николаевич не думал, что это вот настолько. Хотя он уже благодаря каким-то высказываниям сестры и так далее решил, что Иван Сергеевич, уезжая в Париж, дал надежду совершенно определенную его любимой сестре. И он тоже ждал разрешения вот этой проблемы. Все-таки ждал. Вот, понимаете, не только она обманулась, но получилось, что она и ввела в это и своего брата. После того, как все-таки Тургенев вернулся, он очень неслешил посетить Марию Николаевну. И когда все-таки, ну, подрученный, возможно, и и так далее, Сергей Николаевич, который был только очень коротко знаком с Иваном Сергеевичем, а пригласил Василию в гости в поместье в Пирогубе. Как произошла встреча Варьи Сергеевны и Ивана Сергеевича, мы знать не можем. Это нигде не описано. Но по письмам можно предположить, хотя бы по письмам «Валенье-Мердо», в котором он писал, что я был в прекрасном новом поместье Толстых, гулял с братьями Толстыми, замечательные красавцы, это состоящие как раз, во главе Сергея Николаевича. Была там и их сестра, бедная женщина, она ушла от мужа, я дружно к ней отношусь, во всем ее поддерживаю, но мне ее очень жалко. То есть уже понятно, что ни о каких-то влюбленностях речи уже нет. Более того, как мы знаем уже из других источников, Тургенев в 1953-1954 год, это была очередная маленькая размолвка с Полиной Вярдо. Они четыре раза, я там все посчитала, как будто бы, пытались расставаться очень серьезно, навсегда. И у Тургенева всегда было, всегда, и ты по письмам чувствуешь, что так в Париже все кончено. Или как в Париже там то, другой – третье, потом там все кончено, только четыре раза. Но потом оказывается, что далеко не все закончено. И, как мы знаем, последние двадцать лет уже даже и не заканчивалось, и никаких расставаний уже и речи не было. Тем не менее, год до этого периода они периодически пытались расстаться с Полиной Вярдо. И вот так получилось, что как раз знакомство с Варей Николаевной выпало на одно из таких расставаний. А когда он вернулся из Парижа, уже расставание растаял как дым. То есть он собирался опять туда возвращаться, к Вярдо. Поэтому о графинюшке уже не могло быть никакой речи. И потом, ну, не было никакого нерешающего свидания, нерешающего объяснения. Но это подействовало на нее просто трагически. А что касается дружбы Ива Николаевича, который успел так привязаться к Тургеневу, вот там уже пошли совершенно сумасшедшие письма. И со стороны Тургенева, и со стороны Альба Николаевича. Лев Николаевич, вот сейчас если я смогу увидеть, потому что вот это я не помню. Пишет Тургенев, Боткин. С Толстым покончил все свои счеты. Как человек он для меня больше не существует. А в дневнике Толстого 58-го года, мы читаем, Тургенев скверно поступил с Машенькой. Дрянь. А в письме к Фету уже чувствуется такой нешуточный накал вообще всех страстей. И звучит оно уже практически как вызов на дуэль. Мы собственно знаем, что там почти чуть ли этого не произошло. Тургенев подлец, которого надо бить. Что я прошу передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы, о нем не говорите. А Тургенев вот в письме к Боткину пишет. Я видел в Ясной Поляне графиню Толстую. Очень она переменилась на моих глазах. Да и с вертолунием мы больше вообще нечем сказать. Вот, к сожалению, так завершилась эта как будто бы любовная история, но она-то не завершилась. Вы помните в повести «Фауст», где, я вам уже говорила, где героиня Верочка Яйцова полностью практически списана с Марией Николаевной, она умирает. Верочка. Она умирает. Собственно говоря, Мария Николаевна тоже умирает, если можно так выразиться. Она умирает для мирской жизни. Она все-таки уходит в монастырь. Но перед этим она становится героиней или, скажем так, одним из прообразов еще одного знаменитого мужа романа. Это роман Анны Кареника. После того, как все мечты ее были покрыты, она так посчитала, по всему случаю, она понимает, что и в Ясной Поляне, и в Покровском, и в Пирогово, и все будет напоминать Анна Сергеевича. И она собирает детей, уезжает в Ниццу. Там она некоторое время живет в большой затворнице. Но потом она встречает Виконто. Каждый раз я знаю, что он Виктор. Извините, я вам скажу, что это уже точнее. Виктор де Клен. Она встречает этого Виконто. И у них случается такой, знаете, короткий роман. Но, к сожалению, впоследствии этого романа, так сказать, не заставили себя ждать. И у нее рождается девочка, которую она называет Элен. То есть внебрачный ребенок. И по те времена вы понимаете, что это скандал. Значит, с этим ребенком в Россию возвращаться она не может. Кстати говоря, когда она встретила Виктора, она все-таки достаточно предусмотрительно отрасывала детей в России. Но, видимо, она уже начинала понимать, что у них будет происходить какая-то история. Поэтому дети ни о чем не знали. Естественно, не о том, что мать родила небрачная ребенка, эту девочку. Вот видите, через поколение повторялась история рода Торгенева. История, скажем, его матушки. Которая тоже, как мы знаем, родила небрачная ребенка. Торгенева, назвав его тоже Варварей, как красивая. Значит, уезжая в Россию, Марья Николаевна не взяла ребенка, хотя Лев Николаевич ей слал один за другим письмом, предлагая, настаивая, удочинить эту девочку. То есть сам Лев Николаевич хотел удочинить коллекцию. Но она сказала, что, так сказать, это ее судьба, ее дело. И она не позволит затруднять чему-то другую жизнь этой проблемой. Оставила на кормилицу в Швейцарии и уехала. Но в 17-летнем возрасте она ее вот таки забрала. Никаких больше отношений с Декретом не последовало. Да это была, собственно, моя любовь. Это был какой-то отчаянный, может быть, доказать себе, что она еще жива, что она еще живой человек. Но, во всяком случае, все вот так произошло. Когда я говорю, что она умерла для мирской жизни, а вы говорите, что она все-таки еще 17 лет дождалась, пока я вспомнила, 17 лет ее неврачной дочери, и только после этого ушла в монастырь Шамовидинский, вы можете подумать, что она ничего себе умерла для мирской жизни. Нет, она сама признавалась, что она не жила. Она постоянно вспоминала Эта Сергеевича, она постоянно прокручивала вот эти их встречи, как кино, знаете, только это кино было не в душе, не в сердце. Но все равно она видела, когда ее глазами проходили эти кадры. И постоянно это ей как бы мешало жить. А тот отчаянный поступок, на который она решилась, возможно, она думала, что появление новой жизни как-то преобразит и ее жизнь, но этого не случилось, к сожалению. И поняв, что ничего не происходит, что могло бы ее в этой жизни еще радовать, она уходит в монастырь. И я думаю, что это тоже была судьба, потому что еще в 9-летнем возрасте как-то ее вместе с остальными братьями отвезли в Оптину пустынь. И там был такой древний старик, который постоянно ходил и следил за девочкой. Он смотрел на нее. То ей казалось, что у нее панталочки спустились, то и вот эти белые. Помните, у Любочки в детстве подробно портретом написано, когда она играет на рояле, вот эта платьица чуть-чуть ниже колен, и оттуда выглядывали аккуратненькие белые панталочки. Так, собственно, ходила маленькая Машенька. И вот ей все время казалось, что что-то у нее не так надето, потому что этот старик все время за них ходил. Совершенно древний. Ну, ей казалось этим древним. И он сказал такую странную фразу, когда они уже собирались уезжать из Оптиной пустыни. Он на нее посмотрел очень пристально и сказал, Маше будешь нашей. Это в Оптиной пустыне, да? Ну и получилось, что Маша-то стала вода. А только не в том монастыре. Более того, ее крестной тоже была монахиня, только в Тульском монастыре. Когда матушка ее очень хотела родить девочку, потому что уже было четверо сыновей, и она очень хотела. Ей говорили, что это может плохо закончиться. И, собственно, рождение такой вожделенной дочери, собственно говоря, и закончилось. Очень трагично. Потому что это у нее было послеродовое осложнение, и вот это вот сваление мозга, от которого она померла. Это все было послеродовое. Случилось послеродовое. Вот. И матушка молилась и дала клятву Богу, что вот она обязательно, крестница ее дочь, если ноги подавит дочь, будет первая попавшаяся на пути женщина. И вот такой первая попавшаяся на пути, когда родилась Машенька и выглянула, значит, в окно, а там брела в совершенно монашеской одежде, очень сухая, очень высокая, с суровым чем лицом и с такими близко посаженными, маленькими, прямо как угольки, глазами, но очень острыми, как иглы, монахиня Тульского монастыря, которую звали Марья Герасимовна. Почему мы это знали? Потому что это имя и есть в дневниках у Льва Николаевича. И впоследствии, после того, как она, как по обещанию, стала крестной Машеньке, она очень часто стала приходить к ним в поместье. И Лев Николаевич очень любил слушать ее рассказы. И, кстати говоря, очень многие из ее рассказов, вот этой судьи дневников и записей Николая Николаевича, вошли в текст романа «Война и мир». Так что посмотрите, как вот все вот это вот закручивалось, да, и крестная монахиня, и ваша мишняшка и так далее. Так что, видимо, судьбой уже было так решено. И Тургенев тут был как будто бы ни при чем. Мы просто говорим о том, что именно эта история поссорила двух великих писателей, они еще двадцать лет могли бы дружить. И, возможно, из вот этого сотружества мы бы что-то имели необычное, что от одного, что от другого. Но помирились они только, к сожалению, даже не за год, а меньше месяцев, по-моему, восемь. За восемь месяцев до смерти самого Ивана Сергеевича. И даже в девяностом году, в девятьсотом, господи, я уже совсем в девяностом, у Ивана Николаевича мне было написано, что как жаль, я очень хочу написать об Ивана Сергеевича Тургеневе, об всем том хорошем, что я о нем знаю и что я от него видел. Тоже, к сожалению, так вот не воплотил эту свою, так сказать, это свою, да, то, что хотел. Дело в том, что мне кажется, что эта история с Марией Николаевной очень характерна для вообще отношения Тургенева к женщине. Вот вчера Дмитрий Петрович говорил о любви, да, как говорили одни, как говорили другие, как к этому относился Иван Сергеевич. Вот. Но у меня есть как будто бы… Я очень люблю этого писателя, сразу вам должна признаться. Вот. И я очень люблю Алину Леонду, как это ни странно. Читал о ней очень много, и мне кажется, что очень много несправедлив. Неправильно, возможно. А… Это часто бывает. Не согласен, да? Наоборот. Наоборот, да. Вот. Вот. Но, кстати говоря, вот в истории незавершённых отношений Тургенева и Марины Николаевны Толстой тоже некоторые из критиков обвиняли, опять же, ветвую Полину Леонду. А на самом деле обвинять-то надо было не её, а, возможно, вот тут и Шабашина немножечко эксцентрична, я не знаю, Екатерину Шабовскую, из-за которой… Вот как мне думается, вот от которой, собственно, и пошло это странное отношение Тургенева к женщине. Вы помните, да, эту историю? Нет? Будучи ещё шестнадцатилетним он влюбился в княгиню Катеньку Шабовскую. Очень эксцентричная была, Соха, очень красивая. И это была просто какая-то сумасшедшая любовь, он готов был ради неё на всё и всё сделать. Ну, как и любят мальчика в шестнадцать лет. Ну, а как подумать, и чем это закончилось? Вот вы такиваете, а вот вспомните первую любовь, да? Там полностью описана вся эта история. То есть Гулёна Сергей Николаевич, который, ну, уже просто так досаждал своими загулами со всевозможными барышнями Варваре Петровне, матушке Тургенева, значит, увидел тоже эту Зиночку. Ой, что ж? Зиночка, потому что это героиня. Катенька. И вот у них завязались отношения, так сказать, дошедшие вот до определенного порога. Я даже не знаю, как по-другому выразиться. И это практически происходило на глазах у шестнадцатилетнего Ивана Тургенева. И кажется, что вот в этой истории после этого всё было. И Татьяна Бакунина, в которую он был влюблен, она была еще до Полины Гердо, сестра знаменитого Бакунина, в которую он действительно был влюблен и даже готов был сделать себе предложение и так далее, и так далее. Но ничего не случилось, ничего не случилось. Опять он писал о большой великой дружбе и так далее, что он готов его всё поддерживать. Она писала ему отчаянные письма, что я готова разорвать вас от гнева. Как же так? Куда вы всё время исчезаете? Помните вот это выражение «исчезающие творения»? Он действительно всё время исчезал. И он был… Вот мне кажется, что Марья Николаевна влюблен-то не был, то есть не любил. А вот Таню Бакунину он любил. Просто сейчас как будто бы это не наша тема, но у меня нету цитаты с собой. Но те письма, которые я читала, которые Марья Слава до того, как он стал утверждать, что она его большой друг или что он принимает большое участие в жизни, он писал ему. И он писал, что он никогда таких не видел, что ночерун бесконечный и так далее и так далее. И вот как раз у Татьяны Бакунину были все, так сказать, козыри на руках. И она была в него влюблена. И все уже ждали, все, даже окружение ждали, что Тургенев сделает предложение. Но оно не последовало. То есть как все его героини, вот возьмите Асю, они или погибают, или не случается решающего свидания, и все заканчивается, все любовь и романы. Простите, пожалуйста. Или все заканчивается более трагично, смертью, как с Верочкой лицом и так далее и так далее. У него же никогда не завершаются эти отношения. Ни с одной Тургеневской девушкой. Мне очень нравится это выражение. Я его не люблю, если честно. И, собственно говоря, у Ивана Сергеевича такие же отношения с его женщиной, с теми женщинами, которые были на его пути, которые задели его душу и сердце, и, возможно, даже он, а даже скорее ум, а сердце, скорее всего, вот это на третьей месте. Тем не менее, он всегда исчезал перед каким-то решающим разговором или решающим свиданием и так далее. И он включал в Париж. Вот если проследить свою биографию, так это и происходило, к сожалению. И мне кажется, что вот эти побои уже девятилетнего, десятилетнего мальчика, матушка Лины Нашина, которую некоторые утверждают, он сильно любил. Вот я категорически не имею. Я сейчас с этим не согласна. По паре слов после ее смерти об уважении к матушке и так далее нельзя судить и нельзя утверждать, что он любил свою матушку. И я думаю, что этого не могло быть, потому что уже такого взрослого мальчика били. А вот, пожалуйста, вот этот сильнейший удар, как оказалось судьбоносный, совершенный Катенькой Шакатской и так далее, вот, видимо, все это его несколько отпугнуло от женщин. Он влюблялся, безусловно, да? И даже в период Полины Гордо, когда говорят, что вот 40 лет он любил одну женщину. Вот видите, Мария Николаевна, увлечение Марии Николаевны было уже во время Полины Гордо. Увлечение своей юной кузине тоже. А уж любовь, вот эта последняя любовь, которую, помните, улучшая блаженство и безнадежность, да, к Марии Савизе. И действительно, вот ты там читаешь даже любви. Вот, пожалуй, это единственные разы, как бы, в его туристике, когда он откровенно пишет имена любви. А Савиной это не надо. Да, она, конечно, причина, что такой выдающийся человек, не влюблен и так далее, она едет к нему с Паской, вот они там побыли, почему бы на красоте не подышать воздухом и так далее, но она нисколько не влюблена, она делится с ним своими, если вы помните, значит, в письмах пишет ему, кто за ним ухаживает, спрашивает у него совета, выходите ли замуж или не выходите, и так далее, и так далее. Это у влюбленного человека, да. А в это время он живет с Мариной Леордон, на ее парижской квартире на втором этаже. Вот. Но думает Мария Исаевна. То есть, нет, он, безусловно, женщины трогали его душу, но ни один из романов не заканчивался браком или, не дай бог, любви. Ой, это дети. Этого вообще не было. Вот так сложилась жизнь. Но вот эти вот сорокалетние отношения с Мариной Леордон, по всей видимости, были его спасением. И если говорят о любви в жизни Тургенева, да, то это, пожалуй, та самая большая любовь, но та самая любовь, которая, знаете, для него была идеальной при его вот таком странном отношении. Это, ну, какая-то неземная любовь, да, которая не смогла пересечься с Землей. Вот они в параллели шли. И, может быть, поэтому она была такой долгой. Потому что, ну, подумайте, сорок лет. Или даже, да хотя бы последние двадцать, когда он уже практически безлызно жил в этом семействе и так далее. И уже никаких разговоров о расставании не было и прочее, прочее. И очень интересно. Некоторые следователи, которые писали об этой истории о Марии Николаевне и о Тургеневе, они, ну, как-то так, ну, мне кажется, что это для красивости было сделано. Они говорят, что та ушла в монастырь, ушла в мирскую жизнь, да, и как будто бы Тургенев ушел тоже от своей прошлой жизни. То есть они оба ушли. Но мне не кажется, что историю с Марьей Николаевной нужно так рассматривать. Ее нужно рассматривать только как бы причину ссоры двух великих писателей, как мне кажется. Вот. Потому что, опять же, я не просто так бы сказала и о Кате Ташканской, и о Саверовой, и о Татьяне Бакунине и так далее. Были и другие. Почему же тогда отдавать предпочтение взаимоотношения с Марьей Николаевной Толстой и говорить, что вот ее уход в монастырь и уход как бы от отечества, от прошлой жизни Ивана Тургенева, вот эти вот двадцатилетние, да, и у заточения, как некоторые, в семействе Полины Гердо, не было там никакого заточения, извините. Вот. И это никоим образом нельзя сравнивать с жизнью монастырской. Она же схему приняла там, Марья Николаевна, все же не просто так. Правда, не в первый год, но тем не менее. Вот. Поэтому я думаю, что тут вот совершенно неуместны эти параллели. А что касается вот Полины Гердо, то там вот, вот там серьезное очень чувство. И я думаю, что может быть, смотрите, если бы не было Полины Гердо, не было бы ни записок Охотника, ни Аси, ни Нагануни, ни Отзора детей, ни Дворецких Гердо. И давайте продолжим этот список. Почему? Потому что, собственно говоря, многие исследователи, многие любители, возможно, любящие творчество Тургенева знают, что, например, записки Охотника он написал полностью, причем от начала и до конца, на втором этаже парижского трома Полины Гердо. Всех своих героинь, героев, романах он обсуждал, он обсуждал с Полиной Гердо, а не гуляли. Ведь она не зря сказала, помните, у нас здесь тут прелестная картина Боголюба, да, художника, по-моему? Да. Она здесь у нас есть на выставке в городе. Такой пейзаж маленький в витрине лежит, я видела, да. Он же посещал Тургенева в Париже и после смерти Тургенева он попросил аудиенцию Полины Гердо и она ему сказала очень важные слова, что, вы знаете, пусть не клянут меня в России, но я не точное содержимое, но смысл да, а значит, и наоборот, и не стесняются стоять рядом с именем вашего писателя Ивана Тургенева имя Полина Гердо. Вам не должно быть стыдно за это, вы наоборот должны быть неблагодарны. Потому что, если вы не я, то есть, возможно, и не было бы писателя Тургенева. Ну, возможно, да. Возможно, да. Потому что все-таки она была его первой политикой. Они вообще друг от друга обогащались. Тургенева учил ее русскому языку, Тургенева учил ее правил произношения три, когда она пела «Русские романсы». Он познакомил ее с русской музыкой, да, и привил ей любовь к русской музыке, познакомил ее с русскими композиторами, а она напротив его познакомила, да, и так далее. И все эти долгочасовые прогулки сопровождались исключительно писателями, беседами, он полностью пересказывал свои замыслы, идеи произведений и так далее. Она очень сурово его критиковала, надо сказать, помня еще то, что когда ее впервые подвели к Тургеневу, кто сказал, что она отличный охотник, известный человек, объектам и так далее, но плохой писатель, вот что-то такое. Или слабый, я за точно не слышу. Тургеневу. Да, ну, в смысле, пытающийся. Это вот именно, что он там ничего не написал. А написал он только вот все те чудесные произведения, я терпеть не могу слово, и реальные, именно чудесные произведения, а именно благодаря Полине Верто. И думаю, что она во многом права. И каждый раз он куда убегал от этих незавершенных отношений или, если угодно, романов? Да? Он убегал дней. И утешала его кто? Полина. Но она и была утешением. Вы знаете, она дружила Жорж Санте. И, собственно, Жорж Санте выдала ее за Алое Вердо. И Жорж Санте ее очень любила. И написала, вот как подобно Тургеневу, которое с Мариной Николаевной написала Фаусте, да, почти точно, написав в образе, вероятно, членов Маги Николаевна, так и Жорж Санте описала Полина Вердо. Ведь все же говорили, ну, это вот я знаю, что вы многие знаете, как она уродлива, так она некрасива. Гуно вообще сказал, что она похожа одновременно на ужасающий и экзотический пейзаж. Я очень нравится это выражение, так же я представила немного. Ужасающий и экзотический, одновременно причем. И так далее, и так далее. Но многие великие умы и имена Европы того времени восхищались ею. А почему? Потому что как только она выходила на сцену и начинала петь, она преображалась, она становилась красавицей, просто неземной красавицей. И помните в знаменитом романе «Жорж Санте»? Я в детстве очень любила, особенно подростков, консуэлла. Это роман, я его почему-то уже всегда выделяла. А там певица, помните, цыганка, испанская цыганка, призвали ее консуэлла. Консуэлла в переводе со испанского это утешение. Так вот, мне кажется, что Полина Гардо, вот можете как угодно это понимать, вот и была пословой писания, вот тем самым утешением. В итоге она, собственно, и была ему утешением. Потому что мы вспомним, когда наконец-то обнаружили, что у него никакой не подарок, а рак позвоночника. А это дичайшая воля. И он лежал совершенно беспомощный, с дикими болями. А она от него не отходила. А если ей прекратился ходить, то просила дочерей с ней. Сидеть. Это та самая Полина Гардо, та самая проклятая цыганка, как я называла Малая Патриона, да? Вот. И та самая роковая женщина. Иногда Полина Гардо, я у некоторых критиков сравниваю с Лили Брик, например, и прочее, прочее. Понимаете, это категорически. Но вот я не воспринимаю совсем. Потому что, при том, что у меня есть тоже определенное уважение к Лили Брик, кстати сказать. Нельзя вот так вот прямо судить о любом человеке. Я считаю, что Полина Гардо была великой женщиной. Великой. А потому что, ну вот, подарить нам такого чудесного писателя, ну, собственно говоря, она подарила. Не матушка Варвара Петровна, которую он драла до уже неизвестно какого возраста. И очень была сурова с ним. Хотя вот матушка его как раз выделяла из всех детей. Это известно. Да? Любила. Ну, значит, она так умела любить. Вот такие бывают люди. Полина Гардо все-таки у многих возникал вопрос. Любила Леона Трубенева. То, что он любил так, как он мог. Он боготворил ее. Поглонялся и так далее. И слушал. То есть он полностью выполнял ее какие-то заданные ему задачи и так далее. А вот любила ли она его? Ну, вы знаете, она же была цыганка. В общем-то. Ну, конечно, актриса испанка. Из испанской артистической сениток. Материей очень известный. И тем не менее, женщина была очень гордая, очень порывистая и так далее. И вряд ли гордая женщина, не любя человека, могла бы его терпить так возле себя. Уже практически были периоды, когда он не отходил. Вы знаете, как можно от назойливой мухи отмахиваться? Потому что тебе надо что-то делать. Тебе надо размучивать арию из сложной оперы. А вот тут сидит твой поклонник, обожатель, который не дает тебе отвлечься, сосредоточиться и так далее, и так далее. Вряд ли такая натура, как Полина Виандо, гордая, неприступная вся, могла бы терпеть человека такого. Значит, безусловно, он ей был чрезвычайно дорог. И это доказывает уже вот эти последние месяцы перед его уходом Верны, ее поведение в этот период. И очень интересно, когда в номер она добровольно заточила себя в собственном доме. Она очень долго не выходила из дома. И те, кого она все-таки разрешала припустить к себе, крайне редкие гости, потом рассказывали, что на нее было жалко смотреть. То есть она сразу резко поставила на турнило. Ну, все можно так сказать. А после того, как она стала все-таки выходить из дома, все разговоры у нее сводились с их фамилией. И незадолго до того, как Тургенев совсем уж и заболел серьезный и слет на даче этого мужа Верны, то у нее был очень серьезный любовный роман. Закончившийся трагически, значит, ее возлюбленный умер. Никаких-то умер лет не было, кстати говоря. И вот он умер потом. Кстати говоря, Тургенев даже не год пережил Лои Вертон. Лои Вертон умер на душу, но все-таки муж. Он помоевал, как положено, как положено. А вот когда умер Тургенев, я вам уже говорила, значит, вот это доброе заточение, потом все разговоры сводились к нему. Вот это вот та самая смерть, но это именно после смерти Тургенева. Она все, как помню, писала письма друзьям, родным знакомым, кстати, с травмой полосой. Вот эта полоса, она Тургеневская, исключительно. Они вот бывших ее возлюбленных, ее законы вылужат, и так далее, и так далее. То есть вот это уже и означает, что все-таки он был чрезвычайно добр. И возможно, то, что у них не случилось той самой зелой любви, то есть то, что вот это вот вознанное написание, я не знаю, вот это утешение, вот эта неземная любовь, которая смогла присуществовать такое огромное количество лет. Я считаю, что это огромное. Вот. Она вот так и не пересеклась. Возможно, это было во благо и одного, и другого. Но самое главное – Тургенева. А что касается Вари Николаевны, к которой мы опять к ней возвращаемся, то Лев Николаевич, который ее очень сильно любил, вы помните, хотел построить домик возле Шамардинского монастыря и жить рядом с ней, и там закончить свою жизнь. Ну, вы знаете эту историю, да, он пришел к ней? Ну, конечно, знаете, да. Ну, расскажи, не все же. Да нет, ну, к сожалению, его инкогнито там было обнаружено, и он так и не остался, и вот эта его мечта построить домик и, так сказать, завершить свой земной путь рядом с любимым, самым любимым его человеком, так вот, по жизни оказалось, что самым любимым его именно сестра. Да, у него, видите, не получилось, но тогда тоже случился разговор, и они оба очень тепло вспомнили Лев Николаевич. Ну, я, пожалуй, все. А вопросы есть какие-то, пожалуйста. Ну, немножко подробнее расскажите, потому что не все знают. Было ли там, как вы говорите, что дошло до дуэли? В чем это выразилось? Как? Нет, не дошло до дуэли? Почти! 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 Это, это просто... Ой, извините. Все хорошо. Нет, просто понимаете, и Лев Николаевич был не сдержан в словах, особенно в письмах, и Иван Сергеевич тоже был не сдержан в словах, а между ними был такой Афанасий Фед, который очень любил сплетничать. Ну так, в языке простого говорить, да? И услышав в одном собрании что-то об отношениях, которое росло как снежный полк, понимаете? Потому что это нельзя уже даже верить, потому что вот передавалось, потому что, как всегда, все обрастает. И Афанасий Фед, которого и Лев Николаевич, и Тургенев просили не передавать, что он говорит один об этом, а что говорит один об этом, причем даже, допустим, не в письмах, а вот просто в разговорном поле, он все равно пытался, но мне кажется, что все-таки он был такой маленький провокатор, на мой взгляд. И что вот благодаря разжиганию этого огня, а этим занимался восстановлен Фед. Иногда Водкин, иногда, но все-таки не так активно. Они, я думаю, что даже если вот взять несколько писем, даже в письмах так много нет. Мы знаем из писем, что сплитни были в салонах, в разговорах, обраставшие вот этими снежными хлопнями, и, собственно, никакого вызова на дуэли не последовало. Это, значит, опять же шло от Афанасия Феда, который сказал, что как будто бы Лев Николаевич собирается вызвать Ивана Сергеевича Дуэль. Но это опять как будто бы, и это опять вот сплитни того времени. Я это очень не люблю, честно. Вот. И когда муссируют этот вопрос, и когда мы были вот сейчас в Афанасии Таиново, и там лежали дуэльные пистолеты, я думаю, если я сейчас подойду и увижу, что тут написано, что вот этими пистолетами собирались стрелять. Но, по счастью, этого не было. И это даже было замечательно, потому что там было два кусочка, а нет, три кусочка писем. Я их сфотографировала. Значит, одно письмо Льва Николаевича, очень ненецеприятные слова в адрес Ивана Сергеевича, а другое письмо Ивана Сергеевича, с такими же ненецеприятными словами в адрес Иване Николаевича. И тогда уже по логике вполне возможно, что дуэльные пистолеты того времени, ну так лежали просто. Да, это как сила того, чего по счастью не состоялось. Довляйте, что вы выводите на его. И один, и второй попал. Такое случалось на дуэле. Поэтому вот к этому вот так относиться не надо, как почти не вызвал. Но вызова на дуэль не было. Да, конечно. Я хочу спросить немножко о психологических портретов Марии Николаевны. Какая она вообще сама человек была? Это она по ним подумала, что в нее влюблены? Или она вообще такая была? Нет, вы знаете, на счет психологического, романтичного она вообще не была. Четверо детей. А нет, четверо детей, смотрите. А сколько ей лет-то? Ее в 17 лет выдали замуж. Значит, первого ребенка она родила, ей почти 18 еще не было. Ну да, значит, по-моему, месяц, что ли, да. И, как правило, как вы знаете, как обычно, они рожались одним за одним, у них разница в возрасте. Вот у ее двух дочерей. Да, в 20 скостями. Он свое дело сделал, Валериан Толстой. И гулял безбожно совершенно. Она просто жила в поместье, была одна, ну там прислуга, дети, естественно. Вот нябечки и прочее, вот эти заботы, эти дети и так далее. И она, приезжал он иногда пьяный, иногда, ну так сказать, очень сильно. Привозил целые компании. Она должна была не ложиться спать, а там их обслуживать, ну то есть присутствовать и прочее, прочее. Дети очень часто болели. Непонятно почему, может быть от того, что от какого-то странной скуки. Я не знаю, как можно так заболеть туберкулезом, причем очень серьезно. Она же, между прочим, вот я вам скажу, она терпела очень много и оскорбления, когда он в таком очень сильно пьяном виде позволял себе в присутствии своих гостей, которых навозил несколько карет, да, себе в поместье, ее обижать, чтобы не сказать оскорблять, и прочее, прочее. И вот все это, ее такую нежную девочку, о которой тетушка рассказывала так много хорошего о замужней жизни и так далее, и так далее, и это ее очень радило. Более того, она, например, одна любовница прислала ей письмо другой любовнице, это есть документ, в котором подробно описывается, как вот она скоро умрет, потому что у нее серьезные очень очаги туберкулезные. И она займет ее место, и как Валерьян ждет, не дождется ее смерти. И Мария Николаевна получила это письмо от другой любовницы, которая вожла, и прислала. Это есть в Ясной Поляне, это вообще что-то невероятное. Кстати, это была последняя капля, которая все-таки побудила ее забрать детей и уехать из Патронского оперативного. А как же ей удалось? А у нее там был, кстати, ее родовой, вот часть имения предлежала ей, как было, так сказать, ее. Половина была Сергеевна. Она мужика пережила? Валерьяна, да, конечно. Как ей вообще удалось? Она же быстрее, она же потом жила здоровой природной жизнью, а этот пил, гулял. Как ей удалось выздороветь-то, туберкулез по тем временам, это же договор. Да, короче. Мало-мазорный берег, она же пойдет вылечиться. И лечиться от любви и от туберкулеза. Все-таки она выкармкалась как-то. Да. А вот вы знаете еще, вот я пожалую, вот это очень важное, кстати говоря, может быть, что останавливало Тургенева. И ему казалось, не только Тургеневский, нет-нет-нет, еще одна речь, о которой мы так вскользь упомянули. И вот спасибо, что вы задали этот вопрос. Вот почему-то он меня навел на вот это воспоминание. Ведь Барбара Петровна тоже очень много претерпела от Сергея Николаевича. Этот был у Леона по клещи еще по Валериану. И все это на глазах у него происходило, она терпела-терпела. Но тут в доме появился такой домашний врач. Вот Арсентьевича, сейчас расскажу, да, есть у него. Но он Берс вообще-то есть. Иди в ней? Нет. Я все записала специально. Четвертая страничка не готова. Ну, в общем, я помню отец своего Арсентьевича, фамилия Берс, известная очень. Да. То есть это будущий батюшка Софья Толстого. Вот. А значит, она даже его взяла с собой. Если батюшка, то Андрей. Заграничная. Если батюшка, то Андрей. А Софья Андрей, вот и нет. Андрей Арсентьевич, Берс, спасибо. Молодец. Это уже. Батюшка Гашина. Ну, спасибо. Браво. Коллеги. Отличет коллеги еще сучек. Тем более дружественной коллеги. А вот. Послушайте, Андрей Арсентьевич. Главное отчество. Помню. Молодец. И звали этого домашнего врача Андрей Арсентьевич Берс. В которого, наверное, ну уж не знаю, в номинаре была. И вообще умела. Не знаю, Петрова это делать или нет. И так далее. Но, во всяком случае, она с ним закрутила роман. Плодок которого стала внебрачная дочь, которую они назвали точно так же, я уже упоминала. Варвара. И ни один, ни другая ее не признали. То есть, она так росла с какой-то там кормилицей. И вот о дальнейшей судьбе я не знаю. А о судьбе внебрачной дочери Турбенева я знаю. О которой мы не упоминали, потому что в ней речи не шло. Тоже, видите, просто повторение очень странное. Так вот, Варвара была первой его дочкой, Берса. То есть, она была сводной сестрой Ивана Сергеевича. И одновременно сводной сестрой Софья Андреевна Толстого. Получалось. Вот это какое-то странное и по тем временам очень нехорошее родство, ну так мягко говоря. Это его тоже останавливало, потому что он это прекрасно знал. И о Варваре, и о том, что Софья Андреевна Толстая, то есть супруга. А стало быть, значит, получается, что Мария Николаевна тоже была какой-то родственницей этой сестрой. Да, да, да. И так получилось вот какое-то очень странное. Тургеневу на родственных отношениях она не имела. Что, простите? Тургеневу родственных отношениях она не имела. Столько факторов. Тургеневу, чтобы там не жить. В Париже. Это не только поэтому, я думаю. Я думаю, что если вы вспоминаете этот роман Джорсан, да, Консуэла? Там вообще ее прекрасно описывали. Там такая душа была необыкновенная, мягкая, отзывчивая, заботливая. Вот это было Консуэла, где сто лет назад. Да, правильно читали. А помните отношения героя? Как он в нее влюбился и все. Для него уже свет не существовал, до Консуэла. Ну, собственно говоря, получается, что… Он писал иногда дикие вещи, кстати. С Парижем там все закончено. И не говорите мне, значит, я иногда не могу ее видеть, она постарела там. Ну, там из разных статей. Вот. И закончена окончательно и бесповоротно. А потом в следующем письме он пишет. Вот вроде бы все закончено. Пожалуйста. Причем вот иногда читаешь. Вы знаете, это не только что с Тургенем. Вы так вот серьезно к этому относитесь. Я вам скажу следующее. Вот я вообще-то работаю в музее Алексея Толстого. И когда я читаю его письма к Наталье Васильевне Градиетской перед разводом, и читаю письма к Наталье Васильевне Градиетской подробно, вот буквально написанной через месяц уже новой возлюбленной, но будущей уже нет. Вы знаете, там даже слова одни и те же. Очень красивые. И если бы я не читала первые письма, я бы, может быть, рыдала над вторыми. Понимаете? От чувств. Вот просто. Потому что… Под копирку. А? Под копирку, отработанную. Вы знаете, это не под копирку. Нет, подработанную. А? Это язык, да. Да, кстати говоря. Но там он уже такой выработанный и немножечко вымороченный, скажем так. Вот в обращении к Наталье Васильевне. И уже так автоматически пишут. А здесь в новом отношении. Вот тот самый язык любви, который еще очень свежий, и не вымороченный. Ничего себе. Правда? Вот. Но вообще это иногда очень забавно. Вот когда ты читаешь в пистолетах, причем много, и сразу подряд, и так далее, и так далее. А когда ты понимаешь ситуацию и представляешь себе, очень заботу. Поэтому в этом нет ничего такого удивительного. А это же творческие все-таки души. Там нигде не написано, что Вердо дружил с Тургеневым или нет мужа? Конечно, дружуж не написано. Еще как дружили. Да. Вы знаете, и очень много написано, особенно у французских авторов, что мне нравится, они там очень много рассуждают. И про Поля, последнего сына, что это сын Ивана Сергеевича. И про среднюю дочь, в которой все французы находили черты, характерные черты лица Ивана Сергеевича Тургенева. А ты потом читаешь нормальную хроники и так далее, и понимаешь и тоже какие-то дневниковые записи и еще другие письма, уже другие, не такие целенаправленные. И оттуда выуживаешь, что в этот период, когда даже в эти 9 месяцев, пока находила этой беременной этой средней дочке ее, и время отзыва начали, они даже не виделись. А вот Поля, скорее всего, естественный сын. Я, к сожалению, вот простите меня, не помню фамилию вот этого последнего возлюбленного философа, который, такая немножко на немецкую похожая. Идеалла выставку должна работать. Вот. А? Вот. Да, да, да. Но вот, скорее всего, вот этот мальчик именно от последнего возлюбленного. Потому что Ивана уже был такой, ну, как бы сказать, недейспособный. Судя по его же, знаете говоря. Какой год рождения? По-моему, на 20 лет ты был старше. Конечно. Нет. Но Жорж Санд, она, значит, Полине Вердо делала предложение… Милицкая. А? Нет, нет, нет. Тут одна из композита. Да. Сейчас, сейчас, убежи. Ну, вот тут висит. Ну, вот тут висит. Конечно, я вдруг забыла эту фамилию. В него… Берлионская. Берлионская. Правильно. Именно Берлионская. Берлионская. Но в эту пору в него была влюблена Жорж Санд. И она отговорила Полину Вердо выходить замуж за Берлиоза. А Полина собиралась согласиться. Потому что он, кстати, был ничего себе такого. А Луи Вердо был в виде зануда. Но очень спокойный, очень аристократичный, очень мягкий. И Жорж Санд просто-таки уговорила Полину Вердо выйти замуж за Берлионскую. Чтобы она уже даже не смотрела в сторону Берлионская. Верлионская. Хотя Жорж Санд очень быстро как-то так ловила к нему. Но вот именно в этот порог надо Берлионская. А он даже и подумал, что ему надо влюбляться в Жорж Санд. Он услышал пение Полины Вердо, влюбился в нее и уже не видел. А вы знаете, когда один раз увидишь этого человека и красоту, и т.д. Ты уже не видишь на эти глаз, которые еще были, Мазедова и т.д. Ты видишь ту самую красоту, которую ты уже полюбил, и у тебя уже на глазах, так сказать, эти шторки такие висят. А что касается психологии, мы закончим. Просто уже этого всего нельзя было вынести. И я же говорила, когда эти трупики нашли, просто детские трупики на чердаке, нормально вообще-то, поместье. И вот это письмо, это как-то случилось все одновременно. И вот совершеннейшая грусть в отъезде Тургенева, ожидании его и надежды. Она же, собственно, уехала в Пирогова в надежде на то, что он приедет и сделает ей предложение. И она была уверена в этом. А Талсток, естественно, я еще раз повторюсь, тоже проникнувшись вот этой уверенностью своей сестры, он тоже себе решил, напритом, что Тургенева тоже, как она обещала, должен ей сделать предложение. Ну, слава Богу, вот вы знаете, в чердаке. Кстати, очень неплохой памятник. Вот все-таки соединили их обратно в замечательный памятник, где Чердак такой городок. Это недалеко от Тургенева. А там памятник замечательный, вот он мне очень нравится, в отличие от... Нельзя так говорить. А вот тот памятник не очень, я его видела, и это не фотографируется. И было очень приятно для людей, любящих литературу, понимать и видеть, что вот все-таки судьба соединила их, опять, и это замечательно. И причем вот, слава Богу, талантливые руки соединили их. Вот, ну скажем, в скульптуре. Но по жизни все-таки, слава Богу, не успели помириться. Пусть это было все. А вот в этот период размолвки, как они к друг другу относились, как к писателям? Следили за творчеством друг друга? Были ли какие-нибудь комментарии? Да. Потому что кроме вот этих злобных высказываний... Они профессионалов. И потом Лев Николаевич всегда просил не напоминать его вообще эту... Во всяком случае, я не встречала вот таких записей. Ну как? Сильно позорили. А? Сильно позорили. Ну да. Ну вы понимаете, я вот поняла, что вот этот приход его монастырь Шамардинский, да? И решение по себе царя там, ведь он оставил тоже к нему. Всю семью, да. Софья Андреевна, которая, собственно, его служила. Ну, и так далее. Но он ушел к ней. Значит, вот самым родным человеком, да, самым родным и по духу, если угодно, ну как угодно, да? Была для него именно Машенька. А это тоже безусловно. Вы же помните, я говорила, он же настаивал на том, чтобы дочерить Елену. Настаивал. И она же ему потом писала. Вот видишь, Левушка, я... Таких Анна Каренина ты еще встречаешь немного, но как мне хочется тоже сделать то же, что сделала твоя Раунда? Ну? Ну вот она хотела. Мне кажется, у Фед тоже был. У него была одна жена, а он жил с другой, и у него там не совсем. У Феда вообще по жизни Самогин был, и не совсем. Но поэт он прекрасный. Фед вообще очень, очень сложный человек. Очень. Но у него было на то... У него были на то серьезные причины, и самое главное, одна была серьезная причина. Но сегодня мы у Феда не можем. Самогин. Что-то будет самогином. Дети, а потом мы думаем. А, я сейчас не смотрю. Не композитора, а композитора. Все, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И до новых встреч.